Очередная звезда в честь студентов набора 2012 года заложена у памятника Михаилу Ломоносову у главного корпуса Северного Арктического Федерального Университета. Она стала третьей и тем самым официально приобрела статус корпоративной традиции. Этот знак станет символом, глядя на который будущие выпускники будут вспоминать события и мероприятия, участниками которых они стали в свой первый учебный день. Семь улиц с необычными названиями раскинулись в День знаний в Петровском парке. Здесь улица события и достижений общественных организаций. Самая большая улица Арктического Университета. Сегодня, гуляя по университетскому городу, каждый мог определиться с тем, чем займется в новом учебном году. Вооружившись картой, житель импровизированного города молодежи знакомились с деятельностью общественных объединений и студенческих клубов. А те самыми разными способами старались привлечь внимание к своим площадкам. От простого объявления в рупор... Девушки и молодые люди, первый курс. Проходим к нашей площадке студенческого самоуправления. Мы вас ждем! До настоящего дружелюбного мимо-волонтера, с удовольствием обнимавшего гостей мероприятия. Яркая интерактивная форма праздничной программы «Архангельск-Университетский город» не оставила равнодушных. Пришедшие на праздник с удовольствием участвовали во всем, что им предлагали общественные объединения. Я была рядом с волонтерским центром, у них были веселые забеги, также была на здоровом Архангельске, у них стоят веселые батуты, все прыгают и всем весело. Организаторы мероприятия постарались, чтобы у каждой площадки была своя изюминка. Например, волонтеры из Кванта «Милосердие» занимаются работой с детьми в детском доме и детьми-инвалидами. Поэтому они предлагали делать бумажных журавликов и превращать шарики в собак. У меня не лопнет? Не лопнет, не лопнет, только аккуратно. Вот, сели, сегло сюда. Во-во-во, молодец, молодец. Оригами шарики мы выбрали, потому что мы все-таки делали ставку на детей и на тех людей, кто любит работать с детьми. Это очень ярко, это и самим приятно, и в то же время доставляем радость детям. Центром притяжения зрительского внимания стала танцевальная улица города с брейк-дансом и загадочной капоэрой. Мы занимаемся капоэрой, это бразильское боевое искусство, но оно соткано из множества направленностей, это и танец, и борьба, боевое искусство, акробатика. А самой оживленной стала улица событий, где молодежный творческий клуб представлял фестиваль неформальной молодежи улица. Очередной театр в масках, где, кажется, стремится быть легендой. Самые разные общественные объединения города и их активистов, которые приглашают вступить в свои ряды, объединила площадка Петровского парка. А эстрадные таланты блистали в концертной программе «Театра драмы». Дошел до Архангельской и Огонь Олимпиады. Наталья Подольская, архангельская спортсменка, которая сама только в этом году закончила школу и поступила в университет, уже успела в свои годы выступить на соревнованиях в Лондоне. Со сцены своих сверстников агитировала за спортивный образ жизни. Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни, но также нужно уметь отдыхать. Вечерняя жизнь университетского города была по-студенчески активна. Концерт популярной группы «Ляпи Струбецкой» поставил знак восклицания в финале программы первого праздника нового учебного года. Таисия Машкова, Петр Меншиков, Ульяна Денисенко, Медиа-центр «Сафу», Арктический мост. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова